Моя работа Это и жизнь, это и хобби, это все мое свободное время, как только у меня остается, это я все посвящаю работе, все своей работе, потому что это мое увлечение, во-первых, это мое наслаждение, мне главный процесс в этой работе дает очень многое. Я люблю свою работу, я бы не знал, что другой профессии, если бы я не был художником. В основном я люблю рисовать город, в частности Угличи, и в окрестностях, и маленькие речушки, и Волгу я люблю рисовать. Во-первых, у нас, конечно, окружает красивая природа, такие очень тихие, уютные уголки, мимо которых не пройдешь, да и сам по себе Угличи, в общем-то, очень красивый город, где для художника очень много рисовать можно всю жизнь и никогда не перерисуешь все. Ну, конечно, у меня, как и у каждого художника, у меня есть свои любимые места, которые, я, конечно, их, как бы не сказать, что я повторяю их, а где-то их рисую периодически, но они получаются в разных состояниях, они одно и то же место, может быть, зимой это одно состояние, летом другое, весной совершенно другое состояние, поэтому тут определенно нельзя сказать что-то. Я всегда, Волгуличи открываю для себя всегда новые места. Мне кажется, в каждую работу стараешься вкладывать душу, так нельзя уж сказать, что любимая работа. Ну, конечно, есть такие работы, которые уже, вот, еще раз повторяюсь, с 82-го года, это работы сделаны, которые уже в этой карандашной технике, я уже сейчас работаю в этой технике, но это уже немножко другие рисунки, потому что прошло много времени уже, я по-другому вижу, по-другому чувствую, какой-то другой опыт, поэтому уже все по-разному. Ну, эти рисунки мне, этих лет очень дорогие, и, конечно, я их храню, это моя память, и память прошлых лет, и тех мест, где я был, потому что это уже не вернуть, это уже какая-то история уже. Для меня сейчас новый этап наступает, это я затеял цикл работ, таких, можно сказать, исторических, это Углич 19-го века, ну, такие затеял полотна, выполнить цикл работ на тему Углича, это, опять же, исторические места Углича, только они, хотелось бы их сделать именно, ну, на стое старого исторического материала, этой фотографии, как-то, ну, и фантазии художника, тут я хочу свою фантазию как-то применить, ну, и, опять же, приближенная к истории. Ну, дети, к сожалению, еще, ну, один у меня закончил, вот, только пришел из армии, ну, он в свое время как-то у него, ну, не пошел по моей линии, что ли, ну, это его жизнь, это, в принципе, он найдет свою работу, свое направление, это его жизнь, он уже взрослый человек, ну, а другой он еще маленький, ему только-только три года исполнится, ну, конечно, я буду все вкладывать в него, что-то, может, у него есть таланты, поэтому будет, ради Бога, я ему буду учить, подсказывать. Вообще, много у меня кумиров, во-первых, это прошлые, так сказать, прошлых веков художники, это и возрождение, и современные есть художники, которые, и у меня есть учители, которым меня учили, в свое время в художественном училище, вот, ну, пофамильно называть это много не дашь, ну, например, Серебряков, вот, который закончил академию, преподавал мне рисунок, это мой кумир, который мне очень много дал в рисунке, в графике, вот, Леонов, очень, Валентин Николаевич, вот, он живопись преподавал, конечно, я по, по сути, по своей, по, ну, ну, как бы, по призванию я больше график, вот, но он мне в живописстве тоже очень много дал, ну, а всегда, когда, как-то работаешь, конечно, смотришь и литературу, и книги, смотришь, это, во-первых, процесс постоянно, это работа и в то же время учеба, вот, потому что что-то ты не можешь, посмотрел у другого художника, ну, как он может, потом свое находишь, потом работаешь постоянно, ведь рука должна тоже быть все время, как бы, в форме, если немножко не поработал, уже это уходит утрачиваться, поэтому и художников очень много у нас, прекрасно, в России и вообще на земле, у которых стоит учиться. Основная моя мечта, может, уже сбылась, что я, ну, я художник, я, ну, не буду, я вроде бы как состоялся, как художник, ну, не вроде бы, наверное, состоялся, потому что и на выставках участвую, и работа не принимается, это тоже показатель, вот, если бы, например, ну, на выставкомах мы бы работу заворачивали в сторону, что-то был бы сигнал, что-то не так я делал, ну, конечно, я стараюсь найти свою линию, какой-то свой язык выражения, чтобы каждый художник, ну, хочет это, чтобы его узнавали на любой выставке, и вот художник не похож на другого, это важно, но я стараюсь к этому стремиться, жизнь еще не кончена, жизнь еще много сделать может. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok